Мой доклад или лекция сегодня про технический арт на самом деле. Это не про красивые картинки, это про работающую быструю игру. Мой домашний проект, я работаю в московской студии, Game Insight Studio это внутренние разработки, мой домашний проект Guns of Boom, это мобильный шутер. Что же это за игра такая? Это яркая графика, убойные стволы, простое управление, динамические сражения, 50 миллионов игроков. 50 миллионов это довольно много, но я расскажу про наш опыт, который мы получали в самом начале, когда игру запускали, готовили ее под мобильные платформы. Наверное, эта лекция будет больше всего интересна тем, кто только начинает разрабатывать игры. Ну, может быть, что-то интересное будет и для тех, кто уже давно в деле. Что же скрывается за красивым описанием, картинками в сторах и вот этой всей красотой? Будучи запущенным, Guns of Boom занимает 240 метров оперативной памяти. На картах сражаются игроки 4х4, всего 8. У меня вопрос такой, кто знает, что такое друкол? Поднимите руку. Вам будет очень полезно. В кадре у нас 80 друколов. Игра даже на слабых устройствах идет 30 фпс. Размер карт 50 на 50 метров. Довольно маленькие камерные карты. В кадре 250 тысяч вертексов. Поднимите руку, кто знает, что такое вертекс. О, нормально. А что такое полигон? Еще больше. Норм. Идем с набором. Когда вы только начинаете разрабатывать игру мобильную, да и не мобильную, возникает огромное количество вопросов, особенно у художников. Огромное количество. Сколько объектов можно использовать на сцене? Как оптимизировать? Сколько вешать в граммах? Сколько у нас будет костей на персонажей? Из каких частей этот персонаж состоит? По моему опыту художники первое, что делают, приходят и говорят, а сколько полигонов вешать на нашего персонажа? И обычно все такие, ну не знаю, вы же моделеры, разберитесь как-то. И начинается безумие, подбор, пробы, ошибки. Какого разрешения текстуры? Обычно с этими вопросами приходят к какому-нибудь ведущему программисту клиентскому и начинают его мучить, он такой в панике. Или если он опытный, он такой сразу говорит, вот, это наша 121-я игра, посмотрите на предыдущую. Как так? Значит, на самом деле ответы на все эти вопросы, они сводятся к понятию технические требования графики проекта. Технические требования графики проекта. Это множество параметров, которые определяют, сколько вешать в граммах. Значит, мы, думая о том, ну, точнее, подводя итоги нашего удачного вполне запуска в свое время, для себя нарисовали вот такое вот колесо сансары, которое много-много раз нужно повторить для того, чтобы в конце получить документ под названием «Технические требования графики проекта». Колесо это состоит из работы на дизайн документам, синтетическими тестами, техническими демо-проектами, разборы сторонних проектов, опять дизайн документы, вот так вот по кругу, еще там в разных вариациях. Давайте чуть подробнее про каждый этап. Ну, дизайн документа – это, конечно, фундамент любого проекта. Если вы не знаете, что вы делаете, если вы не знаете, сколько и чего будет в вашем проекте, вы, скорее всего, потом будете много-много переделывать. Дизайн документ пишется геймдизайнерами, в первую очередь, отвечает на вопрос, сколько какого контента предполагается, сколько у нас будет персонажей на нашей карте бегать, 8 на 8 или 16 на 16 или 80 на 80. В зависимости от этого технические требования будут очень сильно меняться. Сколько динамических объектов будет одновременно на экране? Ну, кто с этим работает, понятно, есть статические объекты, они кушают мало ресурсов, девайсов есть динамические, они кушают много. Нужен ли кастомайз персонажей? Если вы не скажете в самом начале «да, нужен», то вы совершите ошибку и потом будете переделывать или выпустить игру, в которую на последних этапах уже не сможете внедрить или добавить кастомайз. Или это будет очень дорого стоить? Сколько каких карт нужно? Какого размера нужны карты? Ну, сейчас у нас батл-рояли на хайпе, да, там огромные миры, нужно долго бегать. И вот если мы делаем батл-рояль, технические требования будут совсем другие, нежели чем для шутера 50 на 50 метров. Какие игровые режимы, анимации, какие эффекты потребуются? Короче говоря, к разработке дизайн-документа нужно подходить довольно серьезно, но это же колесо, да, оно повторяется, можно возвращаться снова и снова, дописывая, расширяя, дополняя свой дизайн-документ до момента, пока ответы на все вопросы не будут получены. Синтетика. Синтетика. Тут есть два слайда, технические демо и синтетические тесты. Они немного отличаются. Синтетика – это всевозможные тесты вашего движка, наш движок – это Unity, которые отвечают на вопрос, сколько можно уместить друколов в данный конкретный девайс. Минимальный девайс – самый важный выбор. Это такое послание этого слайда. Многие не определяют свой минимальный девайс и совершают ошибку, как это происходит. У нас идет активная разработка проекта. Скорее-скорее новые фичи, все те, которые мы придумали и которые хотим в игре получить, мы тестируем на каком-то девайсе, хоп, потормаживает. Ну и обычно говорят, да ладно, потом оптимизируем, давай, короче, вот iPhone X, на нем сейчас побегаем, но бегается же нормально, потом оптимизируем. Это большая ошибка. Очень важно в самом-самом начале сказать, наш минимальный девайс будет, ну и дальше там какая-то модель или набор моделей, который определяет вот тот самый минимальный. В нашем случае это Samsung Galaxy S3. Когда мы готовили наш проект к запуску, мы сказали Samsung Galaxy S3. Помнят этот телефон? Да это уже ископаемое такое, ну как бы на нем можно ввести вычисления в калькуляторе, но он даже современные версии андроида слабо держит. Но мы тогда сказали, опираясь на статистику, это наш минимальный девайс, и этот минимальный девайс до сих пор с нами. Когда мы только запускали проект, там было ровных 25 фпс, мы считали это комфортным фреймрейтом. Сейчас он подсел до 20, но мы по-прежнему уверенно запускаемся на этом девайсе, и каждый новый билд, выходящий, тестим через этот минимальный девайс. Ну в общем, вернемся к синтетике. Синтетика это набор злых, таких нечеловеческих экспериментов, который отвечает на вопрос, сколько оперативной памяти держит наш минимальный девайс, сколько друколов держит наш минимальный девайс, сколько там вертексов и так далее. Экспериментируйте с разными комбинациями и выясняйте рамки дозволенного. В нашем случае это была специально написанная утилита, которая в рантайме изменяла количество полигонов, забивала память, крашилась, запоминала, на каких значениях оно крашилось, и мы таким образом выяснили первично эти технические ограничения свои. Едем дальше, технические демо. Это уже чуть сложнее. Возьмите свой минимальный девайс и попробуйте собрать то, что не обязательно должно выглядеть, как ваш проект. Можно взять сторонние ресурсы, скачать откуда-то, я не знаю, из Диабла взять модельки, если они похожи на те, которые вы хотите. Игра может быть про роботов, а вы возьмете модели из Диабла. Ничего страшного. Главное, чтобы с технической точки зрения это было похоже. И попробуйте собрать такой проект, в котором будет все. Все это значит совсем все. Персонажи, оружие, кастомизация, звуки, анимации, интерфейс, спецэффекты, абсолютно все и в том количестве, в котором вы хотите, должно оказаться в этом техническом демо. Скорее всего, ваши художники будут переживать, но когда же уже сейчас контент будем рисовать тоннами. Вот их нужно придерживать, потому что можно нарисовать тонну контента, потом собрать техническое демо, будет один FPS, и вы скажете, давайте оптимизировать, все будете переделывать. Почему я так говорю? Потому что я попадал в такие ситуации. Подумайте, сколько это будет стоить. Ну, допустим, первый контент-пак вашего проекта будет стоить тысячу человеко-часов. Сколько это денег можно прикинуть, вы еще тысячу потратите, потом еще тысячу, ну или там полтысячи на переделку. В общем, это дорого. Зачем? Есть асет-стор, есть скачиваемые библиотеки, есть куча всего, что позволит вам собрать, ну, то, что будет очень похоже на вашу игру, на вашей игрой не являться, но вы денег не потратите. Тут такой тоже месседж. Всегда замеряйте самый тяжелый кадр. Это значит, что фраза, ну, 8 персонажей одновременно в кадре, но этого практически никогда не будет. Будет. Все время. Ну, думайте, что обязательно так будет. И когда все там 8 персонажей в кадре соберутся, FPS будет не хороший 30, а плохой 8. Ну, и что тогда будет делать пользователь? Ну, есть еще такая штука, что на самом деле не так страшен низкий FPS, как страшные скачки фреймрейта. Ну, то есть, если вы бежите, бежите, и тут фреймрейт начинает падать, а потом опять возрастать. Вот это для пользователя, вот это некомфортно. Вот 25 или 24 FPS, никто особо не заметит. Если он будет скакать, все заметят, будут говорить, ваша игра тормозит, там и прочее. А почему? Потому что вы считали, что, как правило, 8 персонажей в кадре не будет. Соберите в кадре все-все-все самое плохое и замерьте, сколько у вас будет, ну, хотя бы FPS. Значит, ищите узкие места, это значит, пытайтесь создать ситуации самые-самые плохие. Ну, я уже об этом сказал. Значит, еще одна ошибка, ее совершают каждые все. Это мы делали прототипы, и потом, ну, начальство приходит, так, игра же уже есть, все, давайте, сейчас сарт заменим и запустим игру. Главное, вот, какую-то волю проявить и сказать, нет, это не игра, это технический прототип. И для того, чтобы сделать хорошо, нам нужно остановиться, ну, сделать выводы, провести глубокий рефакторинг. Обычно начальство говорит, ой, все, прекрати. Ну, перестань мне об этом говорить. Игра же есть, я же в нее играл. Но такие истории заканчиваются тем, что потом в проекте оказываются куски кода, которые, ну, годами потом переделываются или не переделываются, потому что вы уже ничего не можете сделать. Разбор сторонних проектов. Учиться на чужих ошибках, это важно, это нужно, еще это дешево. Начать, наверное, нужно с того, чтобы посмотреть, какие финансово успешные проекты, похожие на ваш, есть в сторе. Ну, допустим, я придумал игру, и эта игра по уровню графики, насыщенности, размеру карт будет идентична с Battlefield 1. Но на мобиле, ну, это же очевидно. Все будет хорошо. Нет, не будет. Если мы пойдем в какой-нибудь App Store, Google Store, посмотрим, с такой графикой таких крутых игр нет. Это значит, что их сделать, ну, не то, что нереально, оно практически невозможно. Ну, наверное, не стоит так делать. Посмотрите, какие финансово успешные проекты есть, и дальше постарайтесь понять, как они сделаны. Я хочу сказать, что вскрытие ресурсов игр это преследуемое по закону действие. Так нельзя делать. И никто, конечно, так не делает. Но если очень хочется, то можно найти способы, как посмотреть, из чего состоит проект, какие там текстуры, какие там модели. Все можно. Мы в свое время очень много интересных решений увидели у ближайших конкурентов, рассматривая действительно вот текстурки, модельки, анимации. Открывали там чуть ли не скомпиленные шейдера, лезли в самую глубь и задавали себе каждый раз вопрос, а почему именно так? Вот мы смотрим сцены, и там 280 тысяч полигонов. Почему? Почему не 500 тысяч, почему не миллион? Почему не 50 тысяч? Почему вот столько динамических объектов? Почему текстура такого разрешения? Каждый раз мы искали-искали ответ на вопрос, почему они так сделали. Как только ты находишь ответ на вопрос, почему, для тебя становится очевидно, что ты должен или сделать точно так же, или чуть по-другому, но ты продвигаешься в своей экспертизе за счет уже созданных работающих решений, скажем так. Сколько весит клиент? Скачали АПКшку? Она сколько-то весит? Или запустили приложение, посмотрели, а сколько она оперативной памяти сжирает? Ну, вы, наверное, знаете, да? Безопасное количество оперативки, 250 мегабайт, это гарантированно прям все будет работать там чуть ли не на всем. Сделаете 500, будет уже работать далеко не на всем, вы будете вынуждены ограничивать девайсы, отключать их в Google Store, уже какой-нибудь iPhone 5s не будет запускаться, ну и так далее. Какие шейдера, ну и прочее, прочее, прочее. Можно захватить кадр GPU, ну, это то, что рендерится девайсом. Не буду рассказывать как, но это очень полезно, потому что можно посмотреть сцену прямо до костей и ее разобрать. Дальше у нас был этап планирования. На самом деле, для нас было гадание на кофейной гуще сначала, и оно выглядело, ну, вот этот кружок, это то, как мы напланировали еще до нашего запуска, еще до начала активной сборки мобильного клиента. Вот такое вот тоже колесо у нас получилось. Мы сказали, так, ну, собрались с программистами, начали думать, как же нам спланировать, ну, нагрузку. Мы сказали, клиентский код, давайте вы возьмете половину и нам оставите половину. Ну, так по чесноку. И мы никогда не смотрели, не лезли вот в эту клиентскую часть. Сколько там клиент себе процессорных ресурсов берет, мы знаем. 50 процентов. Чтобы было 30 кадров в секунду, нужно, чтобы кадр считался за 33 миллисекунды. 30 кадров, 33. Мы взяли пополам, поделили 15 миллисекунд им, 15 миллисекунд нам. И дальше, ну, на уровне философии начали думать. Так, ну, персонажи, это важно. Наверное, настолько же важно, как окружение. Давайте, ну, так, в равных долях, больших, выделим вот столько ресурсов. Интерфейс. Ну, его, наверное, много не будет. Вот чуть поменьше. И фикс. Мы там анимации забыли и прочее. На самом деле, забегая вперед, после того, как мы сделали профайлинг клиента, который уже выходил на мир, вот получились вот такие результаты. На самом деле, мы, ну, почти попали пальцем в небо. Почему? Потому что мы постоянно держали в фокусе наши показатели. Если мы тратим больше 15 миллисекунд на всю нашу графику, значит, у нас проблемы. Давайте с этим что-то делать, осталось оптимизировать и продолжать только после этого. Планирование по памяти, казалось бы, легче проходит, но нет. Там огромное количество всего было, что мы не учли. Оказалось, что шейдера компилируются, тоже жрут память. Анимации оказались больше, чем мы хотели, звуки больше, чем мы хотели. Не везде попали, но мы занимались контролем вот этих показателей через профайлинг юнити, через X-код, каждый-каждый билд. Это нам очень помогло, я сейчас об этом чуть подробнее расскажу. Максимально допустимое использование рам для нас, это мы сказали, 250 мегабайт. И каждый раз, когда у нас было 260, мы включали сирену, останавливали, смотрели, выясняли, искали пути, как опять вернуться в 250 и тогда продолжали. Немного об оптимизации. В процессе прогнозирования вот этого пришлось сделать очень много тех самых синтетических тестов. Можно ли спечь геометрию? А можно ли делать атласы? А как нужно делать атласы? Это все вопросы, они по пути возникали, и мы как бы учились, изыскивали способы, как сохранять эти 250 мегабайт. Как в 15 миллисекундах жить? Ну, тебя когда снизу подпирают, ты неизбежно начинаешь лезть вперед, читать книжки, статьи, спрашивать у друзей. И таким образом мы довольно много ошибок избежали, мне кажется. Вот этот тезис, я уже говорил, потом оптимизируем, оно не работает. Еще раз, как оно происходит? Саня, сейчас фичу доделаем, пофиг, что тормозит, давай на десяточки, или на PC вообще посмотри, там под эмулятором, забей, потом оптимизируем. Оно вот приводит из ожидания в реальность потом. Ну, то есть, вы делали, 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 сделали проект, вот вы уже почти готовы запускаться, там руководство потирает ручки, предвкушая миллионы, и вдруг оказывается, что там 30% девайсов просто падают по памяти. Срочно бежим, некогда объяснять, сжимаем текстуры. Почему? Самое очевидное. И вот получается вот такая красивая корова. Значит, вот я тоже об этом уже рассказал коротко. Вышел новый внутренний билд. Наши технические художники, кстати, это не программисты, а технические художники, взяли этот билд, подключили девайс к компьютеру, запустили профайлинг юнити, посмотрели какие там показатели, посмотрели на FPS, открыли в Xcode, тоже посмотрели. Если метрики уползли куда-то вперед, мы сказали, стоп, мы останавливаемся, ищем решения, ищем способы оптимизации, только потом продолжаем. Звучит не очень логично. Почему? Потому что получается, что вся команда ждет вот этой какой-то оптимизации. Фичи не делаются, руководство недовольное, проект не двигается, сроки срываются, все в роли несчастливых панд. Мы нашли для себя хорошее решение, оно выглядело так. Вот на этом графике мы сказали, у нас 15 миллисекунд. На графику. На всю визуальную часть. И 15 миллисекунд на код. Это значит, что если мы по каким-то причинам вылезли из требуемых показателей по графике, а код при этом по-прежнему 15 миллисекунд, мы можем, у нас-то клиент просто построен, что можно отдельно графику запустить, отдельно без графики, то есть пустая сцена, но там бегают какие-то виртуальные чуваки, стреляют друг в друга и прочее. Программисты могут продолжать свою работу. Мы берем нашу сцену, ну допустим, ставим туда персонажей, они там все фейково стреляют, загружаем нашу графику, как будто все нормально работаем. И говорим 15 миллисекунд. Если 15 миллисекунд мы видим, значит можно продолжать, ну сливаться в один клиент, продолжать работу. Если у нас 17, 20, 30 миллисекунд на графике, то нам нужно упираться и оптимизировать, пока не будет 15. Но при этом программисты продолжают делать свою работу, за счет этого мы полный стоп-кран не включали. Новый билд, профайлинг на таргет-девайсе, вот на том самом минимальном, про который я говорил, выявление причин оптимизации, новый билд, и вот такое вот колесо дает возможность, ну по сути, в любой момент времени выпустить ваш проект. Почему? Потому что он не лагает, он работает, он быстро на минимальном девайсе. Вот еще одна история, только хардкор. Те, кто только начинают работать с Unity, погружаются в этот мир, да и не с Unity, они обычно падки на всякие галочки оптимизации. Там в гайдах написано, включайте батчинг, динамические, статические, там все круто. Мы такие, ну да, 21 век, 2000 какой-то год, включили все галки, и в общем ничего не работает. Ну то есть галки не спасают. Почему? Потому что, ну так или иначе, все эти волшебные галки это обмен одних ресурсов на другие. Вы снимаете нагрузку с процессора, нагружаете оперативную память. Или вы снимаете нагрузку с видеокарты, загружаете процессор. Ну такое переливание из одного сосуда в другой. А задача-то просто не тратить ресурсы. Очень многие системы оптимизации, они пытаются в реалтайме что-то делать или при загрузке вашего приложения чего-то делать. Это вызывает увеличение времени загрузки, это сжирает процессорное время. В общем, хардкор спасает. Мы в какой-то момент начали читать статьи про разработку игр для консолей десятилетней давности. Помните? Ну, Денди — это плохой пример, это совсем ничего. Ну, типа, у меня часы, наверное, быстрее сейчас, чем Денди. Но все эти техники, которые для компьютеров или для консолей десятилетней давности были актуальны, сейчас эффективно работают на мобильных девайсах. И все то, что вы можете сделать самостоятельно до того, как отправите ресурсы пользователям, сделайте это сами, своими руками. Спечение сцены можете сделать? Сделайте. Ну, мы, кто знает, там с юнкой работает, взяли мэшбекер, его переписали под свои нужды, настроили пайплайн. У нас все спекается автоматически. Есть сумасшедшая галка, вообще вот это вот, будущее наступило. Объекты на сцене, которые мы не видим, они выключаются. Все. Сейчас, сейчас, сейчас заживет, заработает, будет куча FPS, мы, в общем, сделаем крутую игру. Нет, не сделаем, потому что на определение, какие же объекты мы видим, а какие не видим, тратится огромное количество процессора. И когда ты работаешь с мобилой, ты себе, получается, это не можешь позволить. Но в конечном итоге для нас было отличным решением. У нас рендерится все всегда. Что мы видим, что мы не видим, что за спиной, что не за спиной, вся сцена, все персонажи, все их эффекты. Ну, я так грубо говорю, там есть свои примочки, но рендерится все. Это, кстати, приводит к тому, что у нас FPS стабильный. Он не растет, он не падает, потому что все постоянно рендерится. Но из-за этого карты не очень большие. И еще. Кто знает, что такое Metal рендер? Люди, вы говорите с моим сердцем. Сейчас появились такие модные рендеры у Epla Metal, еще есть Fulkan у Android, и они говорят, вот этот рендер, он дает свободу, он очень быстрый. Удивительно, когда мы всю эту на берегу оптимизацию провели, такие, давайте Metal включим, сейчас же вообще 100 FPS будет, включаем, и ничего не произошло. Ну, потому что эти технологии, они удешевляют отрисовку объектов, позволяя, как бы, не запекать ничего, но если вы все сами оптимизировали, то и ускорять-то нечего. Вот, у нас прироста особого не было. Как это Metal не дает прироста? Ну, правда, не дает, но Metal дает возможность намазать потом сверху спецэффектами кучу частиц, какие-то анимашки, ну, это такой пример, один из у нас и дождь появился, и это, и то, но помните, если вы оптимизируете сами хорошо, вам никакие чудеса не нужны, все будет и так работать. Немного про оптимизацию сцены, ну, это такие кишки, да, вся геометрия объединена в минимальное количество больших кусков, общий размер которых 200 тысяч. Оно, как и было, примерно так и осталось. Сейчас, потому что мы немножечко распухли, уже не 200, а 300, ну, потому что мы хотим больше, интереснее, там, эффектиков намазать, какие-то штучки сделать динамические, но на самом деле сцена представляет из себя там, по-моему, 6 кусков геометрии, вот так вот, склеенных. И, вот такие атласы. Два текстурных атласа, это чистые текстуры, два атласа light map и 12 маленьких текстур. Каждый атлас 2,7 метра и там 5 метров на все остальные текстуры. Очень мало, очень мало. Мы вот недавно пытались для социальных сетей маленькие билды делать, там, для мессенджеров. У нас почти получилось. Ну, логика, клиент, все это не зажило, а графика почти зажила, потому что это все очень хорошо упаковано. И когда мы писали MeshBaker, мы очень много времени потратили на то, чтобы это было эффективно, чтобы был reuse, текстуры и прочее, прочее, прочее. Вся карта, ну, я не говорю про персонажи, про пушки, отдельная история, но вся карта всего 16 мегабайт из 250. Ну, это довольно круто. Шейдера. На момент запуска у нас шейдеров, ну, не было. Нет, точнее, перед запуском их было 500. Знаете, ну, когда разработчики работают, художники такие, дай шейдер попробую. Хоп, закинул в проект и не удалил. И так вот оно растет, 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 и потом 500 шейдеров. Ты такой, скомпилировать нажимаешь, и у тебя там три часа, и после этого ваши полтора гигабайта данных готовы. Вот. Мы посмотрели на весь этот беспредел, сказали выделить все, удалить. Хороший шаг, всем советую. Погружает команду и проект на долгое время в сущий ад. В Юнити, когда шейдера не находятся, там такой эффект Hello Kitty. Вот мы жили в мире Hello Kitty долгое-долгое время, потому что, ну, на объектах одних и тех же, казалось бы, использовались разные версии шейдеров, которые, опять же, не почистили, забыли, там прочее, прочее. Вот у нас был такой розовый мир Hello Kitty. Но мы выжили, и в конечном итоге раз, два, три, четыре, пять шейдеров у нас было в проекте. На весь проект пять шейдеров. Эти шейдера мы каждый раз смотрели через Xcode. Кто разрабатывает под мобилу и не умеет профайлить через Xcode, пожалуйста, почитайте статьи, они все на поверхности. Вот захват кадра прекрасная вещь. Вы захватываете кадр и видите, вот этот шейдер занимает 2,8 миллисекунды, вот этот шейдер 1,32 и так далее, и так далее. Наши технические художники каждый билд прогоняют через такую штуку. У нас уже существует система, ну, по сути, сохранения вот этих данных от билда к билду мы даже график можем построить. Вот с такой скоростью мы идем в пропасть. Ну, то есть, вот там пропасть, скоро девайсы станут клином, перестанут работать и мы вот так динамику смотрим. В какой-то момент, когда мы приближаемся к пропасти, мы говорим вау-вау, давайте искать, где еще поджать, где еще оптимизировать и возвращаемся обратно в безопасную зону. Минимум шейдеров, чем проще, тем лучше красивую графику можно делать без супер-друппер убер-шейдеров. Кстати, еще убер-шейдеры в Unity тоже такое зло совершенно страшное для начинающих разработчиков. Это манна небесная, потому что вот шейдер, он работает на всем, все подключается, все отлично, но там строчек кода, я не помню, сколько, совершенно страшное количество, он может использоваться только для прототипирования. Ну, такое наше мнение. Есть еще совет, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы не пользоваться ассетами из ассет-стора. Там есть все, ну, то есть, для начинающих разработчиков классная тема, такой, сейчас я заплачу 2,5 баксов, у меня будет рюкзак игровой, и еще за 2,5 я получу контроллер от третьего лица или от первого, и еще за 10 баксов у меня будет там, не знаю, система рендеринга неба. Идеологически все те люди, которые пишут эти шейдеры, перед вами ни за что не отвечают. Вы возьмете эти наработки, а там может быть закрытый код или не закрытый, или по-дурацки написанный, пройдет какое-то время, вы будете видоизменять эти плагины под свои нужды, а потом окажется, что вы ничего не можете сделать, вы не можете провести рефакторинг, потому что это такой черный ящик с тысячей входами и выходами, и все. У ГОБА была такая проблема с одним из плагинов, который на этапе прототипирования для управления персонажем был взят, и мы потратили астрономическое количество времени, чтобы все хвосты вычистить и своим прямым кодом заменить. Это вот пункт какой-то предпоследний. Итого, следите за производительностью постоянно, от билда к билду, каждый день. планируйте свою производительность, думая о том, какова она будет, когда вы будете запускаться, а не когда вы начинаете. Оптимизируйте сразу, и чем серьезнее проект, тем больше потребность в команде, в двух людях. Тут написано только про программиста графики, но я еще хочу сказать про технических художников. Сколько у меня времени осталось? Давайте так, или вопросы, или про программистов графики, или технических художников. Кто за вопросы, поднимите руку. Нет вопросов, никому не интересно. Окей. Кто про программистов графики, технических художников? Окей. Есть такие редкие, хотел сказать твари, нет, прекрасные люди, технические художники. Я в последнее время вижу, как в компаниях, в командах этот термин приживается, хотя у всех очень-очень по-разному восприятие этого термина. Вообще технический художник это прослойка между художниками и программистами. Это человек, который может разговаривать и с художниками, и с программистами на их родных языках. Вы когда-нибудь видели, как художник пытается что-нибудь программисту объяснить? О, развлечения вообще, попкорн можно кушать или снимать на видео, потом в YouTube класть. Просто люди говорят на русском, абсолютно ничего, ну, не могут договориться, потому что художник говорит красиво, а программист говорит тут вот архитектуру, художник не понимает, ну, там, в общем, заканчивается все мордобоем. Технический художник это человек, который может пойти к художнику, понять, что ему нужно, потом пойти к программисту и на языке программистов договориться, найти какие-то выходы, пойти на уступки, но найти выход. Это очень важно. Еще технические художники это люди, которые делают так, чтобы художники занимались тем, для чего они созданы, рисовали красивое. Просто у меня богатый опыт, попыток научить художников пользоваться гитом. Ну, сейчас все программисты скажут, да что там делать, там же открываешь консоль, все раз-раз. Нет, художники, они про красоту. Им командная строка, это их боль и сны плохие. Технические художники это люди, которые возьмут красиво нарисованную с душой графику и аккуратно, так как трудно программистам, вставят это в проект, и все будут счастливы. В нашей команде и на Guns of Boom довольно много технических художников, еще потому, что они ведут research and development. Некоторые, не все технические художники, вполне себе умеют кодить, но просто, ну там, бизнес-логику какую-то кодить или, ну, в каких-то там кишках разбираться им не очень нравится, им нравится работать с графикой, они отвечают на вопрос. А мы можем сделать в нашем проекте стрелу, которая попадает в игрока, и игрок до своей смерти бегает со стрелой, ну, где-нибудь, или с 10 стрелами. Ну, вот мы просто там так хотим. Продуктованер так хочет. Технические художники садятся, начинают экспериментировать, отвечая на вопрос, можем или не можем и как можем. Или мы хотим плач в мобильном проекте, да, кто вот понимает, скажет, это сложно. Можно симулировать ткань смерть девайсу, можно костей поднакинуть смерть девайсу, ну, вариантов очень много, а плащу очень хочется. Ну, вот, если нельзя, но очень хочется, то можно, и это могут сделать технические художники. При этом технические художники, из-за того, что они близки к арту, они могут, скажем, неосторожно, не заботясь о красивой архитектуре, о красивом коде, немного варварски собрать прототип в отдельной веточке, собрать билд, и принести, и показать его. Ни один программист так не будет делать, он такой, нет, давайте обсудим, все должно быть правильно написано, ТЗ, пожалуйста, предоставьте. Технический художник, он более вольно подходит к решению вопроса, за счет этого очень часто экономится время, потому что собрали прототип, да, из монет и палок, но поиграли такие, а это не то, что нам нужно. Если бы это делали программисты, они бы делали по уму, они бы делали долго, куча денег просто никуда бы ушло. Ну, еще технические художники пишут документацию, вот эти технические требования разрабатывают, работают с пайплайнами, пишут для художников тузы, для того, чтобы в Юнити было удобнее собирать уровни, для того, чтобы в фотошопе не нужно было сто раз нажимать Save vs, Save vs, Save vs, вот это вот все. Ну, помогает всячески. Я по верхам, сейчас прошелся, кому интересно, давайте после доклада на официальной пати поговорим об этом, я готов рассказать. Это очень полезные люди, но это очень редкие люди, потому что нужно быть немного сумасшедшим. Помните, вот это вот поколение флешеров, флешеры, которые немного художник, немного интерфейщик и немного программисты, такие своеобразные люди по мышлению, вот технические художники, они такие же. Что там еще было? Какая вторая тема? Я забыл. А, что? А, графический программист, это почти то же самое. Вот предыдущий доклад, он как раз про шейдера, про всякую такую штуку. Страшная, тоже страшная вещь, когда к программисту поступает задание. Вот окно, оно должно вот так вот открыться, короче, взорваться, вот здесь вот вылететь кусочек, и когда программист получает такое задание, у него вылетает, просто вот так вот вылетело, и такое, появилось. Ну, как бы, программисты, они про код, они не про красоту. И попробуй программисту объяснить, что блик должен быть чуть более размыт и покрасивее, но не получится же. Программисты графики, это люди, которые могут писать не только эффективные, но и хорошо выглядящие шейдера. Они тоже нужны, но нужны они в том случае, если у вас команда уже большая и проект серьезный, амбиции большие, тогда это имеет смысл. Если у вас совсем-совсем инди, мы тут втроем на кухне делаем игру, наверное, отдельный технический художник и программист графики вам не нужен. Я, по-моему, уложился, да? Давайте вопросы. Все, расходимся? Нет вопросов? Давай. Круто. Спасибо за доклад. Очень здорово. Отдельный респект за чтение мануалов по предыдущим консолям. Если кто просто не знает, спецификация Xbox 360 и PS3 очень злая. Подразумевает 256 мегабайт оперативной памяти и 256 мегабайт видео. На этом шла GTA V. На секундочку. Кстати говоря, наш ведущий технический художник фанатик GTA V. Потому что когда ты живешь в мире боли, ты можешь делать чудеса. Там, да, там 400 дроуколов, они все отрисовываются. Вопрос следующий. Приходилось, если уже по хардкору, то уже по самому хардкору. Приходилось ли графическим программистам, рендер-программистам брать средства отладки, я не знаю, аналог рендер-дока или что используется для мобильных устройств и смотреть просто на assembly и откладывать уже ассемблерный код для GPU, который есть? Мы был период, этим увлекались, потом поняли, что нерентабельно просто выхлоп затраты. Ну, то есть у нас без таких извращений получилось, хотя мы делали и другие проекты, в том числе и не вышедшие, где вот в такое подныривать приходилось, когда ну никак ты не можешь, а вот с помощью такого извращения уже можешь. Какие страшные слова типа VGPR прешер и прочие вещи. Я боюсь, я вот на таком уровне уже не прокомментирую, ну то есть там для меня уже такая черная магия начинается совсем. В любом случае большое спасибо, очень круто. Спасибо вам. Что-нибудь еще? Вот вы показывали распределение планируемого времени на CPU. Вы что-нибудь планировали для GPU? Да. Мы когда с планированием занимались мы сказали у нас должно быть поменьше шейдеров и вот как раз тогда оказалось, что их 500. Вот. С планированием можно с планированием GPU можно было заканчивать вот этот момент. Мы занялись просто вырезанием этих 500 жутких шейдеров, где с PC остались шейдера, где с каких-то консолей остались шейдера. В общем, у нас там был салат дай боже и мы получили то, что получили. Сейчас я слайд найду. Нет, нет. Вот. Когда мы такую картинку получили, мы до сих пор видим картину, при которой наша видеокарта холодная и мы даже регулярно думаем о том, как бы ее заставить работать в угоду другим показателям. Еще вопрос. Здравствуйте. Спасибо. Привет. Вопрос такой. Вы как-то используете разные уровни графики? Ну, то есть, для более мощных девайсов, для более слабых девайсов? Или у вас все идет как 256 и хватит? На этом проекте до сих пор не используем. Это моя личная персональная боль. Я очень тяну руку постоянно на совещаниях. Говорю, ребята, этим нужно заниматься. И мы уже этим занимаемся. до сегодняшнего дня на самом деле мы так зажали в плане оптимизации проект, что было хорошо. Но сейчас iPhone 10, сейчас iPhone 20 выйдет и прочее, прочее. Девайсы растут. Потребность в том, чтобы разлет между SGS 3 и iPhone 10 увеличивается. И нам хочется сделать обладателям крутых девайсов еще круче графику. И мы знаем, как это сделать. если ты на SGS 3, то извини, чувак, играя на том, что мы тебе дадим. На других проектах мы такие системы делали, писали, они успешно работали. Так что интересно еще впереди. Все? Нет, вот еще девушка тут очень тянет руку, хочет задать вопрос. Спасибо за доклад. Я начну. Спасибо за доклад. Короткий вопрос, чтобы мы поднимали масштаб. Сколько художников работает над проектом и сколько программистов? Художников 30. А разработчиков? Порядок примерно. Ну, может быть, в полтора раза меньше. Много. Спасибо. команда Guns of Boom это почти 80 человек. Много? Спасибо за доклад. Скажите, а как долго разрабатывался проект до первого релиза в App Store, например? Год, два, десять? Это довольно сложный вопрос в той формулировке, в которой ты ее задаешь. На самом деле об этом можно отдельно поговорить, это очень интересная тема. Мы изначально проект отлаживали с точки зрения геймплея на PC. Мы не собирались запускать его на PC, но было, по сути, две отдельных разработки. Вот геймплей письюковый, мышка, клава, вот это все. В тот момент, когда на уровне просмотра видео, не управления, а просмотра видео, мы были полностью удовлетворены результатом, мы запустили порт на мобилы. Из-за того, что мы знали, что мы не будем запускаться на PC, будем запускаться на мобилы, художники были в вежовых рукавицах и на самом деле делали графику изначально под мобилу. Поэтому само по себе портирование, если мне память не изменяет, что-то в районе двух с половиной месяцев заняло, это такой номинальный ответ на твой вопрос. Но мне кажется, что полтора года на все про все у нас вышло. И второй вопрос, он может быть немножко в сторону будет. В мобильных играх еще важен размер данных, которые ходят по сети. Была ли у вас как-то графика связана с пакетом, грубо говоря, средним, который игра отправляла на сервер или получала от него? И занимались ли вы оптимизацией вот этих размеров данных? Там было много шаманства, и знаете, самый большой двигатель оптимизации протокола это счета, которые приходят за трафик при аудитории в 50 миллионов. Оно постоянно тебя толкает оптимизировать. Я сильно в красках не смогу рассказать, да, очень много было работы. Вот-вот. Какое образование должно быть у этих людей? Это сказка, на самом деле, я очень много времени занимаюсь тем, что смотрю резюме, занимаюсь поиском технических художников. Это люди, которые попали в эту точку. Хороший технический художник, это человек, который приходит и говорит, я технический художник, а я хочу им работать. Плохой технический художник говорит, ну, я бы мог поработать техническим художником. Люди, которые доходят до точки, когда они четко понимают, что это и есть их призвание, попадают в эту точку очень разными путями. Кто-то из художников, кто-то из программистов, кто-то чуть ли не из тестеров. У нас ведущий технический художник не умеет кодить. Не умеет. Вообще. Ну, в смысле, что-то примитивно, там, поменять скрипт он может, но он не программист совсем. Но он знает проект сверху донизу и абсолютно адекватно может как раз со всеми поговорить, и в этом его сила. У нас разные есть худы с разными специализациями внутри нашей команды. Одни больше пишут прототипы, другие больше занимаются именно графикой, помощью, ну, тулзами для художников, кто-то занимается профилированием и так далее. Вот. Пути, отвечая на вопросы, очень-очень разные. Очень рады. Спасибо. Спасибо.